Первыми приняли на себя удар Омикрона, Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Столичный мэр Сергей Собянин рассказывает, ситуация развивается по европейскому сценарию. Нагрузка на поликлиники выросла в четыре раза. Нагрузка в колл-центры в часы пик достигла 40 тысяч человек в сутки, 40 тысяч в час. Это почти в 20 раз больше, чем в обычные дни. К этому советуют готовиться и регионам. Нагрузка на стационары пока существенно не увеличивается. Тяжелые госпитализации. Это все же заболевания дельта и штаммы циркулируют примерно в одинаковом соотношении. И заразиться можно и тем, и другим вариантом COVID-19. Опасная тенденция. Дети стали болеть в два раза чаще. Максимальные показатели заболеваемости на прошедшие недели мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 7-9 лет самая активная высококонтактирующая часть населения безусловно и в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию, вовлекается в нее. Статистика показывает, 90% заражений происходят внутри страны, 70% – люди не привитые или забывшие про ревакцинацию. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так. У болезни все равно есть последствия. И иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье. Чтобы понимать, каким последствиям приводят заражение омикроном, теперь в статистике добавилась новая графа – количество госпитализированных. В Мордовии за последние сутки выявили 187 новых случаев коронавируса. Отправились на больничные койки 83 человека. 80 выздоровели, четверо скончались. Светлана Лашина, Наши новости.